Дверь с ноги, как говорится, Крейт вещает и это срочное включение. Дело в том, что буквально один час назад появился последний слив грядущего обновления Блокраши. Поэтому, если хочешь точно знать, что будет в обнове, обязательно смотри видеоролик до самого конца. В прошлом видео не было конкурса на 5к доната, поэтому исправляюсь и запускаю новый конкурс на 5000 рублей доната на любом сервере Блокраши. Для участия всего-то нужно поставить лайк, подписаться на канал и в обязательном порядке зарегистрировать новый аккаунт на Черри, где при достижении второго уровня нужно будет активировать мой промокод хэштег Крейт. Также не забудьте заскриншотить то, как вы вводите промокод, это может пригодиться в том случае, если вы выиграете в конкурсе. Ну а я, как всегда, пожелаю выиграть именно тебе. В прошлом видео про обновление мы говорили о дате выхода самой зимней обновы Блокраши и сошлись на том, что дата выхода зимней обновы будет 4 декабря. Именно в этот день она выйдет. Мы видели пост в официальной группе ВКонтакте Блокраши, где было показано, что обновление выйдет в декабре в любом случае, никак не в ноябре и не в январе. Дата была описана так. XX.12.2021 В прошлом году зимнее обновление вышло в первую субботу декабря, а это было 5 декабря. Ну а в этом году на первую субботу декабря попал день 4 декабря, поэтому именно в этот день мы думаем, что выйдет обнова. Также среди игроков бытует мнение, что XX это не неизвестное число, типа рандомное число из декабря, как дата выхода обновления, а именно по римским цифрам это 2 Христа это равно 20, то есть типа 20 декабря выйдет зимняя обнова. Да, это конечно прикольное мнение, мне очень было интересно это узнать, однако слишком поздно, вам не кажется, что 20 октября выйдет зимнее обновление? Тут уже как бы должны выходить новогодние мини-игры и так далее. Да и в прошлом году обнову выпустили 5 декабря. Почему же в этом году настолько сильно ее затянут? Целую осень не было полноценной обновы, вы о чем вообще? Я думаю у разработчиков уже хватило времени допилить обнову и как раз сейчас мы увидим результат. Потому что буквально 1 час назад во всех официальных источниках от Блэкраши мы увидели вот такую вот картинку. Здесь у нас крайне много моментов, которые нужно обсудить, но конечно же первое, что бросается в глаза, это у нас супер-мега-топовая зимняя графика, которую я очень уже долго жду. Сразу видно, что зимнюю графику с прошлого года полностью переработали и она вообще не похожа на ту старую. Второе, это конечно же, как назвали разработчики, обновленное радиальное меню в автомобиле. Но давайте сейчас просто к сравнению, я вам покажу, что у нас сейчас имеется в качестве меню управления автомобиля. Теперь у нас не будет стейджа 1, стейджа 2 и стейджа 3. Теперь у нас будет вместо этих скучных просто чисел комфорт, спорт и дрифт режим. Также мы сможем во время движения регулировать подвеску на машине. Это звучит очень интересно и даже хайпово. Далее мы видим совершенно новый пункт в управлении, это у нас лаунч-контроль. Не знаю, что это может значить, возможно это типа круиз-контроль, который сам будет регулировать скорость, ну или держать ее по крайней мере. Но кроме обновленных функций управления нашей тачки, у нас еще на скриншоте сзади машины расположился шиномонтажный центр. Я лично думал, что в обнове добавится из новых зданий, посвященных тюнингу, только техцентр. Но оказалось еще, что кроме техцентра, как минимум, добавится еще одно здание под названием шиномонтажный центр. Ну а теперь, когда стало ясно, что в обнове добавится шиномонтажка, то понятное дело, что у СТО не расширят возможности тюнинга. Потому что раньше мы думали, что добавится техцентр с кучей возможностей. Про СТО тоже не забудут, ему добавят какие-то возможности новые. Но теперь ясное дело, что его оставят таким, какой он был, а добавят еще возможно третье новое здание, в котором мы будем что-то еще дополнительное делать над своей машиной. То есть ни в коем случае не упускаем того момента, что кроме шиномонтажки и техцентра добавится что-то еще третье. Я, конечно, не имею инсайдов насчет этого события, но мне кажется, что добавят новое третье здание тюнинга. Короче, в обязательном порядке, после выхода нашего зимнего долгожданного обновления на Блок Раше, я куплю себе абсолютно стоковую машину и ее я затюню до такого невероятного состояния, что вы ее просто не узнаете. А если так случится, что дату выхода обновы изменят и отложат, я обязательно об этом вам расскажу в новом видео. А для вас, как всегда, с Трелл Сакрейт еще услышимся, ребятушки, пока-пока.